Молодежь в Санкт-Петербурге вышла на Балканскую площадь, чтобы бороться с наркотиками. Посредством стендов и буклетов они агитируют своих сверстников не поддаваться влиянию этих ядовитых веществ. Эта акция непосредственно родилась среди ребят Дома молодежи, который является одним из наших структурных подразделений. Экция ставит задачу на доступном языке, чтобы молодежь рассказала другой молодежи о том, какая проблема сейчас существует. По итогам проведенного исследования Центра социальной реабилитации для наркозависимых, более 5 миллионов россиян употребляют наркотики. Почти 85% опрошенных впервые попробовали наркотики в возрасте до 20 лет, в том числе более половины до 17 лет. Больше всего меня лично самого зацепила цифра о том, что 80% наркоманов и молодежи, во-первых, живет после употребления наркотиков не более 2-4 лет. И как раз 80% приходится на людей возраста до 30 лет. Участники акции раздают наркотесты, с помощью которых родители могут проверить, употреблял ли их ребенок наркотики. Вовремя подать руку помощи человеку и, возможно, кому-то спасти жизнь, но, наверное, это даже предназначение каждого человека. На этой акции можно открыто на виду у всех проверить и себя. Каждый, кто хочет, демонстрирует свои показатели. Открытая форма, она нужна, она необходима. Она необходима, да. Анонимность, она хороша тогда, когда уже, как говорится, запущенная болезнь. Кроме уличных акций, молодежь планирует размещать свою информацию и в интернете. У них уже создана своя страничка ВКонтакте. НТД Санкт-Петербург, Россия.